так сейчас покажу один из способов размножения павловни так на павловню мы размножаем первый способ это значит взяли корешки у мелочевку всякую собрали которую но людям отправлять такой мы не отправляем взяли эти корешки набили стаканчики стаканчики у нас новая модель литровая на никакие дырочки тут я пробовал не ходу надевать вот с этих дырочек как из душа вода идет то есть дыхание стакана найти будет по всей по всему стакану будет дышать набили торф и биогумус суда дальше значит взять эти корешки обрезки покажись как ты делаешь данила приспособила тверточку и туда их чик вот эти корешки которые вот видишь торчат тоненькие ты заправляешь чтобы они были внутри вот все так втыкаем как только будет температура выше 25 градусов они вот так вот стартанут это смородина дадут корни дадут побеги и получится закрытой корневой системы второй значит способ это мы вообще мелкие которые были у нас корешки вот видите мы еще еще 24 числа вот насыпали в ящик где-то пять сантиметров торфа с биогумусом наложили слой этих корешков и засыпали таким же слоем небольшим сверху торфом оставили здесь как только 25 градусов пойдет крапивка крапивка это вот такая вот маленькая такие маленькие растюшки которые мы будем оттуда выковыривать и сажать стаканчики вот видите у нас уже крапивка идет амира да мы сейчас будем брать отсюда и стаканчики пересаживать вот эти уже сколько тут нужно уже пикировать и вот таким способом к маю месяцу как раз раньше мая их сажать смысла нет вегетирующих просто первый заморозок зелененький прирост просто напросто убьет поэтому к маю получим прироста где-то ну я вот по тому году по прошлому году смотрю ну сантиметр вот вот так то сколько 50 наверно до 50 сантиметров дает хороший прирост так ну а кому сейчас нужны саженцы этого павловни есть вот прошлогодние укорененная тоже из корешков их можно сейчас высадить вот это лишняя обрезать углубки они уже начинают стартовать у меня в теплице даже почки видите открывается на на одну вот жаркая вот так это можно сейчас высадить как только будет тепло они дадут эти саженцы вот один побег даст до с нижней почки допустим возьмете и будете его выращивать вот этот маленький вот можете себе представить такой маленький побег за год вырастает вот у меня около пяти четырех метров высоту вот такой вот ствол рукой не обхватишь его преимущество этого дерева что не надо с ним нянчится там пять лет до этом как березу там вырастет допустим уже дома надо много лет с ней про нянчится чтобы получить возле дома там хорошее дерево а это у вас за год вырастет на пять метров на второй на третий год вообще не знаю какое будет но на пятый шестой год у него диаметр ствола у нее будет уже там более 40 сантиметров в диаметре а это вот мы сажали корешки просто стаканчик видите почти везде уже стартанули идут и сейчас они укоренятся и будут ну то есть это способ размножения корешки просто реже на и в стаканчике ложили вот так вот видите как получается просто так ну все